доброго времени суток зрителям канала злой эколог сегодня у нас в гостях вильгельм варкентин автор youtube канала будильник кому не все равно вот будильник кому не все равно удалили канал будильник кому не все равно 20 удалили и теперь остался канал будильник кому не все равно 30 это ролик как раз вот в поддержку этого канала и непосредственно Вильгельма. Вильгельм, приветствую. Приветствую. Доброго времени суток, кому не все равно. У меня тоже ответствие коронное. Я всех приветствую. Да, так получилось, что планово снесли мой основной ресурс, основной мой инструмент донесения правды, как я ее понимаю. Да, вот все не секрет, да, что сейчас цензура свирепствует. Если раньше цензура в советский период носила характер такой, ну, как сказать, односторонний, если ты за партию, за коммунизм, все нормально. Если немножко от линии партии отклонился, то тебя могли цензуре подвергнуть. Сейчас же цензура приобрела такие масштабы, что социальные сети, социально значимые социальные сети, простите за тавтологию, но, которые на весь мир вещают, то есть YouTube, Facebook, сейчас такая жесточайшая цензура, что мы не видели даже в советское время. И вот люди, которые доносят правду, которые показывают альтернативный взгляд, поскольку нельзя сделать благоразумного вывода о какой-то ситуации, не зная эту ситуацию с разных сторон. А такие люди, как Вильгельм, например, они помогают взглянуть на какие-то проблемы, которые возникают с альтернативной точки зрения, для того, чтобы у людей формировался объективный взгляд на то, что происходит. И, естественно, что многим это не нравится, власть имущим, это идет вразрез с линией партии, сегодняшней партия глубинного государства, назовем ее так. И вот Вильгельм постоянно получает страйки за то, что рассказывает о популярном ныне заболевании. Сейчас мы его так обтекаем и постараемся, чтобы еще нам этот эфир не забанили. И я вообще категорически против такой цензуры и считаю, что разные точки зрения должны присутствовать в интернете, для того, чтобы народ благоразумно относился к новостям, делал выводы определенные. И вот наш товарищ Вильгельм пострадал. Вильгельм, расскажи в двух словах, что, как получилось. Это вообще хронологию. Хронологию они постепенно закручивали гайки, отпускали, скажем, как ситуация была. Они ввели там эти абсурдные правила. Ну, а правила гласят о чем? В Роспотребе один взгляд на проблему, в ВОЗе второй. Они друг другу противоречат. Значит, в правилах нельзя заявлять о заявлениях, противоречащих и местным органам, и ВОЗу. Получается, когда ты вообще тему поднимаешь, то оно либо этому противоречит, либо этому, либо обоим. Ну, оно не может не противоречить ни тому или другому. Ну, то есть, получается, мы, обсуждая тему, всегда могут кого-то удалить. Вообще, любой абсолютно ролик на эту тему может быть снесен. И у меня 405 серий первого расследования и 141 серия второго. И у меня из первых, наверное, 60 серий, наверное, серии 35, наверное, было удалено. Они вначале без страйков удаляли, зачищали информацию, а потом начинали просто их медленно накидывать. Я получил 7 страйков где-то в течение года, грубо говоря. Причем, ну, есть видео жестче, они, скажем, к ним нет претензий. Все они зелененькие. А есть мягкие видео, где ты мягко подаешь материал и ловишь предупреждения. Ну, то есть, человек, вот, будучи блогером, у него, он очень сложно. Он либо должен вообще на изопуске какой-то непонятный язык переходить, либо оставаться собой и говорить правду. Вот что я, когда я поймал второй страйк, ну, я понимаю, что началась вот эта вот вся ситуация у нас по всему миру, да, известная, стартовала с вкалыванием различных жидкостей, ну, как Шигалов говорит, субстанцией. Я просто не мог. У меня классный был ресурс, который дал полтора миллиона просмотров в январе. И я не мог его отложить. Ну, это просто, понимаете, то, что мы делаем, я считаю, спасает человеческие жизни. Ну, потому что инфа, она идет, она доходит, и люди принимают решение другое, не такое, какое они задумали. То есть мы реально влияем на ситуацию. И у меня вот был выбор, либо лишиться канала, или вообще очень сильно рисковать, либо пересесть на 3.0, отсидеться до 1 февраля, у меня снялся бы одно предупреждение. Ну, у меня такой характер просто, я выбрал путь риска, и они как бы вообще придрались к видео номер 98, а видео было уже 140, вот представьте. Ну, то есть весь январь я снимал ролики, то есть там, ну, он резонансный контент, там эти каскадеры спутника, я назвал это вообще-то условную серию. Ну, то есть выжившие после спутника, у меня такая была серия роликов, она там чуть ли не миллион просмотров набрала. Это очень важная тема, это там 300, 400, 500, 600 тысяч человек познакомились с этой информацией. Ну, мог ли я отказаться от этого? На 3.0 я бы такие просмотры не набрал. Ну, нет. Ну, вот я выбрал правду, как бы, и получилось, что тот ресурс, который я вложил, ну, это полторы тысячи где-то видео, 15,5 миллионов просмотров, он прекратил свое существование. Он родился 16 ноября 2018 и умер 26 января 2021. Ну, новость, кстати, я еще ее своей публике не озвучивал, апелляция отклонена. Ну, то есть, все как бы начинается сначала. Я, зная это, меня спас один подписчик. Он мне после очередного страйка сказал, надо делать сайт. А я обычно такие знаки, ну, я их обращаю внимание в комментариях, и мне прям щелкнуло, и у меня возник образ сайта. И я сделал будильник.инфо, уже неубиваемый ресурс. Весь, всю копию будильника второго и даже первого, то есть, там у меня больше видео, чем на втором канале было, потому что у меня уже один канал с 17 тысячами удаляли. Ну, там вообще с первого страйка, а тут вот с третьего. Ну, то есть, они меня постепенно выдавливали. И у меня теперь есть структура, где у меня, как бы моя база знаний, которую я даю, она осталась. То есть, заходите на сайт, плейлисты, все систематизировано. Первый сезон, второй сезон закончился с удалением будильника, ну, и сейчас третий сезон. Я назвал «Путь к свободе». То есть, у меня теперь проект был... Первый сезон у меня был вот это вот «Фафлодемия», там, ну, там по-другому я называл ее. Второй у меня был «Антипрошевин», а третий будет называться «Путь к свободе». Ну, потому что именно сейчас идет война за свободу. То есть, в чистом виде. И я вот именно при помощи своих инструментов буду дальше доносить правду. Ну, как бы уже пока немножечко в более меньших масштабах. Ну, будем надеяться, что «Путь к свободе» срезонирует с событиями, которые сейчас происходят у нас в стране, потому что еще и политические репрессии сейчас тоже невиданные, которых я вообще не припомню, чтобы такое было. Вот сегодня новость «Шамана» там повязали. Все дома у него там в крови неизвестно пока, что там конкретно произошло. Ну да, я же про «Шамана» тоже и на «Телеграме» своем выложил. И, ну, кстати, всем, кто блогеры смотрит, развивайте «Телеграм». Я с трех тысяч поднял до восьми с половиной тысяч «Телеграм». И теперь это действительно ресурс, который дает нам возможность. Я там и без цензуры ролики делаю. Ну, там нормально пока все. То есть, там можно вообще рассказывать, что ты думаешь. В пределах российского законодательства, конечно. Да, я тоже сейчас активно пощу разные новости в «Телеграм», которые «Ютуб» однозначно забанит. Так что здесь, может быть, как в качестве рекламы или в качестве такого отечественной ресурсы, скажем так, нам дают сейчас свободу, которую нам не дают ресурсы глобальные. Тот же «Телеграм», у которого цензура практически отсутствует, в соответствии с законодательством российским. И вот «Яндекс.Эфир» новый ресурс появился, на котором ролики размещаются без проблем и вроде как там смотрят их так, что вот сейчас можно будет попытаться скрыться, скажем так, в российской юрисдикции внутри мирового интернета. Ну да, пока эти инструменты работают, надо ими пользоваться. Я именно сайт для чего делал? Чтобы именно размещать ссылки, потому что, ну, видеохостинг свой – это дорого содержать. А вот именно вот эта структура знаний, ну, снесут «Яндекс.Эфир», будем другой видеохостинг искать, опять разместим. ВКонтакте тоже, кстати, особо не цензурируют. Да-да-да, ВКонтакте тоже, кстати. У меня до сих пор живые по питерскому метро видео. Вот все мои четыре стрима легендарных, я их перезалил, они сейчас есть структурированы и на эфире. То есть, ну, нет проблем, залил там 8 серий, и все висит, все нормально. Да, так что на самом деле в России цензура оказалась, что гораздо мягче, чем цензура общей мировой. Ну да, вот задумайтесь, например, да, вот задумайтесь, Германия – локомотив Евросоюза, а у нее нету ни своего поисковика, нету ни своей соцсети, ни одной. В этом плане, даже не то, чтобы хвалить там Российскую Федерацию, ну, просто как бы у нас еще просто отдать должное. Ведь немцы сейчас переходят на телегу, немцы переходят на телеграм, я вот очень много немецких групп телеграмме, мониторю там тысячи людей, потому что людям просто негде общаться. Они уже переходят на наши ресурсы, и у нас размещают информацию. Ну, хоть что-то, скажем так, радостное, хоть какие-то там новости положительные, тогда я ссылки на ресурсы Вильгельма на канал Будильник Кому не все равно 3.0 добавлю в описании, ссылка на сайт его тоже будет в описании, и ссылку на телеграм-канал, чтобы зрители не теряли и могли найти Вильгельма Будильник Кому не все равно. Ну да, еще стратегия на ютубе какая должна быть? Они же все равно лучший в мире инструмент по распространению информации предоставляют. Я уже создал Будильник 5.0, потому что Будильник 3.0 у меня вот этот сейчас канал основной, он у меня остался самый большой, 13 тысяч человек там на него подписаны. Есть у меня Вильгельм Варкентин резервный канал, он такой на всякий случай. И вот 5.0 я создал именно как будет очередной страйк на 3.0, мы переходим на 5.0 и создаем сразу 6.0. Ну а что делать? У Осиевского по-моему уже 15.0 там и ничего как бы живой больше года сейчас сидит, рассказывает ну свое мировоззрение. И поэтому ну а как там? Ну вот придется вот 5.0 будет и 6 скорее всего. Ну зато я думаю правда будет доходить и на ютубе до людей. Да, еще смотри вот у меня сейчас появился постоянный автор да, секретный инсайдер человеком, который не хочет афишировать кто он есть но широко осведомленный человек и он сказал такую вещь не знаю смотрел ты нет я в одном видео своем упоминал он говорит что оказывается Ватикан запатентовал вот это вот название самого вот этого популярного заболевания вот которое с цифркой 19 идет он запатентовал и благодаря этому как я понимаю уже как бы я делаю выводы какие то есть он может юридически подать на тебя жалобу что ты упоминаешь вот это название и все и твое видео снесут то есть если им необходимо регулировать информацию да они просто-напросто могут прикрываясь вот этим патентом вот этим документом сносить кого угодно какие угодно ролики удалять вот этим только можно объяснить потому что ну иначе почему они так действуют почему удаляют каналы масса вот перед новым годом практически все блогеры получили по страйку кого я знаю кого я смотрел в обязательном порядке все и сам я тоже славился ну а это дрессировка в чистом виде то есть это именно они как бы пугают ну те кто как бы подается ну как бы ну как бы они ну как так регулируют то есть у них есть расчет на страх и ты правильно же сделал что и второй канал завел и телеграмму развиваешь и мы друг дружку вот если не будем поддерживать то нам конец ну просто по одному просто перебьют всех там украинский блогер тоже вещает по нашей теме тоже у него с первого страйка грохнули 130 тысячный канал стримаусов стримаусов извиняюсь поэтому Кирилл стримаусов то есть вот у него канал грохнули 130 саще с первого страйка и ну а что о чем это говорит он там что-то указал там ну вообще там с животными кого-то сравнил ну то есть ничего такого вообще там вызывающего не было они сразу трут и ну ничего страшного говорю мы на такой нормальный изоповский язык перешли в принципе ну можно что-то и тут доносить а люди понимая видите у нас как бы все равно альтернатива создается яндекс эфир пока не цензурит нормально плохо что бичути забанили в россии там тоже можно было размещать без модерации но сейчас мы-то посмотрим то есть кто впн может пользоваться а обыватели они не знают что такое впн и они уже а будут отрезаны от этой сети поэтому ну ее как-то сейчас развивать свой канал там сейчас вообще нету смысла никакого да я тоже на одном блокчайновском ресурсе тоже копировал видео они там автоматически уходили и тоже этот ресурс что-то раз-раз-раз у них домены поменялись и все эти то я не могу зайти банят потихонечку в конце хочу Вильгельм поинтересоваться твоим здоровьем потому что не все знают что ты человек уникальный то есть кушаешь только фрукты уже давным-давно не употребляешь там животную пищу и вот два года ты не пил воду сейчас ты воду уже включил в рацион или ты просто ради эксперимента чтобы кровь зафиксировать на микроскопе нет я сейчас я сейчас пью гомеопатические препараты ну это там одну горошину растворяешь на вот такую бутылочку воды ну то есть это такая тема лайтовая я для этого в основном воду использую ну вода у меня из скважины обратного осмоса из своей скважины такая хорошая вода я же эксперимент ставил с водой я объяснял чтобы доказать что фрукты полноценная пища ну то есть вот если чисто фруктами питаешься то ты не будешь иметь проблем со здоровьем если будешь просто исключительно питаться фруктами но вот я заметил я вот с декабря начал пить воду я стал меньше есть и чуть-чуть вес скинул то есть вот когда ты не пьешь воду то ты ешь больше чтобы воды как бы на 3 клетчатки тупо съедаешь больше и как бы мякоти и получается на выходе вес выше то есть сегодня я вставал на весы после тренировки 65 с половиной а весил я чуть ли не 70 при росте метр 83 а на традиционном питании у меня вес был на момент перехода на сыроедение в 2012 году я весил 62 килограмма всего ну то есть вот такая тема что вот у меня я может выгляжу для вас худым но я нифига не худой для себя то есть я сейчас очень даже нормальная то есть получается ты когда потреблял только фрукты прибавил весе хотя логично было бы предположить что ты наоборот усохнешь а у тебя наоборот вес немножко ну там в процессе перехода на первых там полутора годах у меня проседал вес до 57 перестройка жесткая идет и я вообще все боятся но нормально все ну например после удаления канала вчера я лег пол третьего встал даже пол шестого не было ну где-то 2.50 я сегодня спал по этому по ми бенду но он мне зафиксировал сколько спал и ну еще днем 15 минут я еще поспал я тренер подтренировался сделал видео тут про свои проблемы решил ну то есть такой образ жизни лайтовый он дает больше энергии я считаю меньше спишь больше живешь ну отлично как Николя Тесла сколько он там спал ну и да я рассказывал у меня есть микроскоп если зайдете на сайт там есть плейлист кровь и посмотрите 12 видео про кровь там 2 видео не моя кровь а 10 моя просто сравните то есть вот там бактерии какие-то плавают микроорганизмы вот у людей вот я показывал а у меня практически ничего не плавает кроме эритроцитов там тромбоцитов вот эти все лимфоциты ну тромбоциты не сильно видно на тысячекратном увеличении хорошо эритроциты и лимфоциты видны ну лейкоциты лимфоциты ну это в любом случае прикольно ты продолжай может какие-нибудь еще интересные вещи да я считаю я считаю что это эксперимент я никому не советую в принципе повторять можно на более лайтовое питание я всем советую переходить то есть больше растительной пищи больше фруктов в рационе меньше вареной еды убрать вообще всю вот эту вот жрачку там с чипсами с кетчупами какими-то с майонезами делайте домашний кетчуп делайте домашний майонез огонек делайте ну делайте все сами то есть для этого у нас женщины есть как бы чтобы они творческую свою природу реализовывали в готовке пожалуйста ну я пошел дальше я показываю что крайние формы вполне себе жизнеспособны и девятый год там без мяса очень мне легко дается я уже забыл что такое кушать какие-то пельмени там ну уже для меня это как промышленная какая-то пища ну и причем ну я не гоню на мясо то есть от мяса не надо сразу там отказываться именно самое зло это чипсы кола всякие стеки фастфуд этот дебильный вот который навязывается то есть всякие усилители вкуса то есть ешки вот эти вот это все вот надо убирать и если вы как делаете там ну грубо говоря хлеб на сами выпекаете хлеб без дрожжей без дрожжевой хлеб почему бы и нет ну не можете вы отказаться от хлеба кушать и без дрожжей его так что вот именно дрожжевая вот эта вот патогенная флора она и вытесняет все хорошее из кишечника грубо говоря и можно на традиционном вполне питании даже есть там вареную пищу иметь отменное здоровье и прожить счастливую жизнь без болезней все это имеет место быть и я бы даже больше скажу я мог бы это понимая все так и и жить но мне интересны эксперименты экспериментатор я вот такой естество-испытатель правильно есть вот испытатели спутника а есть испытатели такого образа жизни как и я я думаю что второе гораздо приятнее и безопаснее ну все на этом я думаю будем заканчивать друзья смотрите пожалуйста Вильгельма Варкентина его канал будильник кому не все равно теперь это 3.0 еще с дополнением смотрите чтобы быть здоровым и физически и духовно чтобы у вас была объективная информация о том что происходит у нас в стране и в мире спасибо да в заключении ну огромная тебе благодарность потому что ну а что вот мы тогда у тебя начались проблемы там быстро мы подключились там вполне вот даже ну первые зрители злого эколога наверное там в первые двухсотки но это наши люди из второго будильника если вы сейчас возможно этот ролик смотрите нормально у тебя проект получился ну скажу вот люди начинают нам там писать вот есть две концепции две разных вообще ну два разных мировоззрения есть люди которые между собой общаются и готовы коммуницировать и есть пересечения в идеях почему мы вот размещая друг на дружке ссылки мы просто формируем большую аудиторию у обоих каналов и вот инсайдер да ну спорная инфа ну спорная где-то где-то возможно прям правда где-то нет ну наверное вот вам дали информацию ну кто-то я считаю ну если не нравится не смотри а нравится смотри распространяй именно мы даем выбор потому что без нас вот если исчезнут такие блогеры будут вам варламовые будут вам кац рассказывать про то как государство вам ничего не делает чтобы вы не укололись там а варламов вообще там уже все грани перешел что он ну там это вопрос за гранью добра вот будет либо такие блогеры либо мы вот выбирайте то есть я считаю мы это крутое решение для в борьбе за правду спасибо что пригласил все Вильгейм спасибо тебе за участие и нашим зрителям спасибо за просмотр всем всего доброго спасибо спасибо спасибо